Ребята, всем привет! Начинаем новый влог. Вот так я выгляжу заболевшаяся. Но это же не повод выглядеть как-то странненько. Поэтому я вот тут накрутила волосы, взяла макияж, побегу даже по делам. Да, заряжу от всех. Да, а что же делать? Расскажу вам во влоге, что мне прописал доктор. Там очень всё необычно. Есть о чём поговорить, подискутировать. Да, ну, как вы слышите, что у меня голос чуть поменялся. Вот такая у меня хвостик. Прям очень красиво, мне нравится. Накрутилась. Смотрите. Вот так выглядит заболевший человек. Баронхитом. Острым баронхитом. Ну, так вот. Вы будете спрашивать, что у меня на губах. У меня геническая помадка на губах. Она мне очень нравится. Да. Вчера я вообще почти не разговаривала. Ну, такое. Да. Ну, выглядит всегда хорошо. Поэтому накрасились. Идём украшать мир. А тут, кстати, я нанесла хайлайтер. Ну, как бы с манекюром уже не очень. Ну, у меня что-то настроения нет переделывать. Поэтому пойду с таким. Мне прям очень нравится. Какой-то мужской голос у меня стал. Кстати, серёжки. Это мои самые любимые в последнее время. Это не жемчуг, это бижутерия. Но они мне что-то очень нравятся. Вы смотрите, как миленько. Приятного просмотра. Смотрите, приспособила штаканчик из-под сметаны для салфеток. Потому что они обычно, когда я застилаю кровать, они обычно разлетаются. А тут как раз они зафиксированы. Вот что, что вам не слышат, у наших соседей орёт музыка. Это просто совсем. Да. Напишите, кто узнал, какая марка сметаны была. Там вот курт еще нарисован. Напишите, кто узнал. Нужна у себя вот такой тёплый фильтр с такой тёплой газкой. Пушистый, очень-очень тёпленький. Закутываю с него и болеем дальше. Ребята, умарила вся мачку. Кстати, у нас штормовое предупреждение на три дня. И у нас будет минус 17 градусов. Это очень нетипичная температура для нашего региона. Минус 17 градусов. Но это будет ночью. Варю овсяночку. Я её и посырила, и посахарила. Да. Сейчас покажу, какую. Фирма у меня овсяночка. Она, честно говоря, мне не понравилась, потому что варится надолго. Вот прям очень долго. Ну, минут 40 может вариться ваша овсянка. Ну, зачем мне такое? Поэтому следующий раз я, наверное, куплю какую-то обычную. Она даже какая-то итальянская или что-то такое. Вот. В следующий раз я просто куплю какого-то АТВ-шного производства. И, кстати, сделаю с вами гранолу. Вот такие у меня планы. Варю овсяночку я добавлю чернику. Будем вот с вами так лечиться. Ну, если это так можно назвать. Ну, конечно, я пью ещё таблетки. Вот такие таблетки мне прописали. А я почитала. Тут есть антибиотик. Вот такой. И там написано, что побочный эффект этого антибиотика даже от одной таблетки были случаи суицидарных настроений. Вы вообще представляете, как такое можно прописывать? Ну, вот действительно, если у человека начнётся побочный эффект. Ну, правда. Вот. Смотрите, вот так называется антибиотик. Я даже не знаю, честно говоря, продолжать его пить или нет. Ну, слава богу, у меня не было ни бессонницы, ни вот этих настроений, ничего такого. Но там написано, что у людей склонных пить к этим всяким делам. или там с проблемами с психикой или ещё что-то такое. Могут возникнуть такие штуки. Вот. И вообще, что такое прописывать? Это же кошмар какой-то. Это вот такой антибиотик. Действующее вещество левофлоксацин. И что-то там ещё написано дальше. Кошмар. И тут у меня, смотрите, это, по сути, абракцол. Но он в сиропчике. Это спра для носа. Это гербион. Прописали мне обильное питьё. Это ромашковый чай. Санка выкипает. Так у меня выкипает оценка. Слышала такой анекдот. Кризис говорит. Вот я как увидела, что вы один пакетик чая в одну чашку завариваете, я так сразу и пришёл. На такой печальный анекдот, на самом деле. Не такое, да. Вот болею я. Вы, наверное, слышите, что у меня там голос изменился чуть-чуть. Ну, как бы вот так. Вы знаете, что мне в рекомендациях написали? Обильное питьё, влажная уборка в помещении. Я вот думаю, это что, вот это вот не с температуры, влажную уборку делать, да? И так же написано там проветривание. Да, уж такое. Кстати, сейчас хоть у меня есть температура, нужно сходить кое-куда. В этом кое-куда. Там всегда хамят. Но не сходить туда невозможно. Потому что, ну, как бы вы потом себе дороже. Вот. Ну, собственно, что? Деразятся они там, да, бронхитом. Почему я туда раньше не сходила? Ну, потому что там всегда хамят. И, как бы, ходить туда не хочется. Ну, какому нормальному человеку будет хотеться ходить туда, где тебе хамят? Ну, так обычно, знаете, происходит где? Ну, может быть, в банке, да? Кстати, недавно меня в банке даже толкнули. Причём возле кассы я, получается, оплатила, чуть-чуть отошла. И в это время стали обслушивать другого клиента, хотя я ещё не проверила, что мне там вообще оплатили. Вот. Что я вообще подписала, что там за чеки. Ну, тоже, да, вот такой интересный момент. Операционист проводит операцию, да, ну, или кассир, или как они там называются, и даёт вам подписать чек, который вы не проверили. То есть вы сразу подписываете, вы сразу подписываете, не пойми что, а потом уже, как бы, а что дальше? Вот. И, получается, я подписала сначала, а потом решила посмотреть, ну, правильно ли там всё было. В это время следующий клиент просто меня оттолкнул. Это просто какая-то жуть. Потом это женщина, причём она мне потом нахамит. Сама мне сказала, что я хампер. Ну, в общем, да, а ещё потом матом меня послала. Ну, короче говоря, это такой трэш. Да, вот так я сходила в банк. Ну, это было, по-моему, месяц назад. Да, такой у меня кашель. Мне, кстати, назначили анализ мокроты. Я не знаю, мне раньше такое не назначали никогда. Напишите, кто на такое ходил когда-либо, что ли вообще на такое ходить. Вот. И что-то интересно, анализ назначили на следующий день. Хотя у меня температура, мне плохо. Какие анализы? Мне надо лежать. Там, печаль с малинкой, эти же антибиотики, которые какие-то странные. Напишите, кстати, что вы думаете по поводу того антибиотика и по поводу всех этих побочных эффектов. Ну, там другие есть побочные эффекты, но они не такие страшные, как прям вот это. Потому что прям такой побочный эффект я вот в первый раз в жизни вижу. Я обычно читаю все эти вот показания, противопоказания, свойства, все вот эти вот всем, всех этих таблеток. Вот, да. И вот это вот ромашковый чай у меня. Напишите, у кого какой ромашковый чай. Сейчас я вам покажу упаковочку. Какой у меня ромашковый чай в пакетиках. Напишите у вас какой. Кстати, похудела еще на один килограммчик. Вот. За два дня я скинула три килограмма. Наверное, интересно, что я кушала. Значит, утром я кушала овсянку с черникой. Достаточно большую порцию, я вам скажу. Потом я ходила в больницу и была я там долго, часа три-четыре. Не в больницу, в поликлинику. Вот. Потом я пришла, что я с ней хотелось, ну, потому что, вы понимаете, да, там бронхит сидела. Да, у меня бронхит. Что еще потом ела? А вечером я потом съела борщ. Борщ был с мясом, но не такой прям жирный. Нет, он не жирный был, он нормальный был. Что-то не фокусируется. Хотела вам ромашечку показать красивую. А, и вот так у меня ушел еще один килограмм. Представляете? Может, я так от овсянки начала худеть по утрам? Не знаю. Надо еще за овсянкой сходить, кстати. Или, может быть, ну, по сути, я вчера кушала два раза. Как бы это мало, конечно. Вот. А до этого, когда я потеряла прям два килограмма, там, получается, что у меня было? На салтрак тоже была овсянка с черникой. Я вот решила подъедать чернику из холодильника, чтобы разгрузить морозилку. У меня там запасы, как бы след. Там у меня даже зелень замороженная есть. А кабачки еще замороженные есть. Ну, в общем, там много всего замороженного такого интересного. Я вот запасаюсь. Напишите, кто такой же запасливый. Как хомячок. А, значит, три разноплановые фрукта. Молочные коктейли я так и не попила тогда. Днем у меня кушала такой супчик, он гороховый. А на бульоне вообще из колбасы. Ну, то есть, у меня была одна там сосиска, она такая, как сырокопченая, копченая, ну, что-то такое. А вот я и добавила, получается, и бульона там не было. То есть, там не врелась курица, я думаю, какое-то мясо, нет, этого не было. То есть, получается, в супе был горох, лук, морковка, картошка и вот эта вот сосиска. Или сосиска, или как ее назвать, колбаса. Такой я супчик скушала. А вечером я съела молочную кашу. Это я просто достала уже готовую кашу, залила ее молоком, подогрела и вот это я покушала. И вот вследствие такого питания за день у меня ушло 2 килограмма. Представляете? Ну что, я надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте пальчики вверх под видео, подписывайтесь на мой канал, обязательно пишите комментарии, пишите, что вам прописывали раньше, какие там были побочные эффекты, были ли у вас побочные эффекты и как вы к этому относитесь, то, что вообще рекомендуете, потому что муж меня так на тракте смотрит. Вот. Очень мне нравится прическа, прям очень. Ну, голос чуть-чуть подкачал, да. Смотрите, какой прикольный. Да, и даже если вы болеете, все равно делайте макияж, маникюр, прическу и украшайте мир. Ну, все, всем пока-пока. Пока.